И снова всем здравствуйте! С вами Маруся и мы продолжаем озвучку фанфика Можно Чунгук от автора Риджи Фокс. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Там же в описании под видео вы найдете ссылку на мой второй ютуб канал с озвучками фанфиков. Мой телеграм-канал, где мы с вами общаемся 24 на 7. Последние новости и интересные беседы, а также розыгрыши. Уже сейчас стартует розыгрыш журнала ВОК с нашим прекрасным Ким Тэхёном. Обязательно проходите по ссылке, если вы хотите поучаствовать. А также есть ссылка на мою страницу Бусти, где более 60 фанфиков моей озвучки уже выложены. Там же параллельно озвучиваются две новые работы. И там же я выхожу каждый день в прямые эфиры в 22.00 по московскому времени. Эфиры там проходят без цензуры. Ну а прямо сейчас мы возвращаемся к фанфику Можно Чунгук. У нас на очереди глава 23. И поехали! Чунгук был счастлив. И если раньше ему для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужны были клубы, бары, вечеринки, алкоголь, наркотики, быстрая езда, то теперь хватало одного человека – Тэхёна. Чунгука нисколько не парила, что отныне он бывал только в школе, дома, да на работе у Тэ. Его все устраивало, ему нравилось и совершенно не тянуло еще куда-то. Тэхён, кстати, поначалу тушевался в их доме, но вскоре немного расслабился. Даже с родителями начал общаться. Сам что-то спрашивал, а не просто отвечал на вопросы. Вообще, Чунгук только сейчас осознал, насколько сильно ему повезло с семьей. Мама и папа всегда были на его стороне, даже когда он откровенно лажал. А сейчас легко приняли его ориентацию, да и к Тэхёну относились тепло. Причем, если мама сразу заявила, что воспринимает того как второго ребенка, то отец помогал лишь потому, что Чунгук попросил его об этом. Однако после одной поездки все изменилось. Ну зачем? Здесь же все есть. Чунгук не то чтобы спорил, просто никак не мог взять толк. Откуда такая настойчивость? За тем, что это мои вещи, Чунгук. Они там на крыше лежат уже хрен знает сколько времени без присмотра. А если заберет кто? Бездомные какие? Или жильцы дома случайно найдут, решат выкинуть, раз за ними никто не приходит. Тэ, видел я эти вещи. И ты уж извини, но это откровенное дешманское старье. Да проще выкинуть, чем хранить. Тэхёну вздохнул. Я вот даже не злюсь на эти слова, веришь? Чунгук нахмурился, не понимая, что он и так сказал. Ты изначально неправильно оцениваешь их стоимость. Он, честно говоря, даже растерялся немного. Ну, мне не так уж часто приходилось покупать обогреватели там или чайники. Но примерный ценник, могу представить. Не так уж это и дорого. Для тебя недорого по той простой причине, что ты можешь прямо сейчас пойти и купить. Причем на деньги, которые ты не зарабатывал, Чунгук. Ты видишь ценник, а я вижу количество смен, которые я отработал, чтобы купить тот самый обогреватель, понимаешь? Чунгук престиженно молчал. Насколько по-разному они относятся к деньгам? Вот очевидная же мысль, что деньги – это часы работы. Но отчего-то она никогда прежде не приходила ему в голову. Сколько работает его отец для того, чтобы они с мамой ни в чем не нуждались? Невольно вспомнилось это слишком уж привычное «завтра поедим» от Тихена, когда Чунгук впервые ночевал на крыше, и то, как долго он уговаривал зайти в аптеку за обезболивающим, а еще как сильно болела поясница после одной смены на посуде. – Прости, я… Да, ты прав. Ну, то есть… – он выдохнул. – Ну, короче, я понял. Правда, понял. Просто дело в том, что тебе они больше не нужны. Не нужны, пока я здесь – со спокойной улыбкой парировал Тихен. – А ты уходить куда-то собрался? Тут же напрягся Чунгук. – Нет. Но не могу же я вечно пользоваться гостеприимством твоих родителей. – Да они не против, – воспротивился он. – До конца учебного года осталось не так уж и много, а там универ или общага, или снимем какую-нибудь квартирку. – Сегодня не против. А завтра вам может надоесть мое присутствие. И что тогда? – Да ты реально считаешь, что я могу взять и выгнать тебя? Чунгук от возмущения вскочил на ноги и принялся нервно расхаживать по комнате. – Правда? Настолько не доверяешь? – Тебе доверяю. – Но решают здесь твои родители, если ты не забыл. – Но они же не звери какие, чтобы вышвырнуть тебя на улицу. Мне казалось, что ни мама, ни папа не давали тебе повода думать о них плохо. – Да боже, блин, не думаю я, что они звери. У тебя охрененные родители, Чунгук. Ну серьезно? И я реально благодарен им. Просто мой отчим тоже был прекрасным родителем. А потом ремнем выбивал из меня дурь. А учителя, которые упорно не замечали откровенных побоев, это все взрослые люди, Чунгук, на которых я, может, и должен полагаться, у которых могу попросить помощи, но доверять им уж извини, не готов. Не все взрослые хорошие. – Но не все и плохие. Тихен на это только грустно усмехнулся, но спорить не стал. А Чунгук, он признавал правоту Тихена, пускай и частично. У того действительно был повод для недоверия. Как простая просьба съездить за моими вещами превратилась в лекции на тему, откуда берутся деньги и значимые взрослые в жизни подростка, а? – Тихен устал и потер лоб. – Я вроде как не пленник, да? Если ты отказываешься ехать, то я просто съезжу сам. Тихен начал было вставать с кровати, но Чунгук, надавив на плечи, вынудил сесть обратно, а затем еще и сверху на колени забрался, чтобы удержать наверняка. – Да ничего, я не отказываюсь! – выдохнул в шею и успокаивающе повел ладонями по чужой спине. – Да я дурак, который порой не понимает очевидных вещей. И, честно сказать, меня слегка задело твое отношение к моей семье, но у тебя есть на это причины. – Да я просто надеюсь, что однажды сумею вернуть тебе доверие к людям. – Ты вернул его, Чунгук! – обнимая в ответ, прошептал Тихен. – Я никогда даже представить не мог, что буду настолько доверять тебе. – У меня никого нет ближе, слышишь? В груди что-то сжалось, а на лицо наползла дебильная улыбка, несмотря на всю серьезность момента. – Чунгук уже говорил, что счастлив, да? – Ну ничего, можно и повторить, потому что эти слова от Тихена, который вот вообще нечасто озвучивал свои чувства, сродни признанию в любви. В итоге из комнаты они вышли спустя сорок минут, раскрасневшиеся и спаливно припухшими губами. Отец, к счастью, их внешний вид комментировать не стал, а, услышав просьбу, сам вызвался свозить за вещами. На крышу поднялись втроем. Чунгук поежился, вспомнив, как ночевал здесь. – Один раз, а воспоминаний на всю жизнь хватит. Помогая Тихену сворачивать матрас, складывать постельные и выносить все, Чунгук то и дело ловил задумчивые взгляды отца. Тот даже зашел в коморку, словно хотел оценить размеры изнутри. Потом долго молчал и хмурился, наблюдая за Тихеном. Ему же Чунгуку это только показалось, но после того дня отец окончательно принял Тихена. Развозить заказы на скутере Тихену запретили наотрез. Вот уже которую пятницу подряд его увозили на служебной машине отца Чунгука. Забавно было видеть реакцию некоторых, когда он в фирменной жилетке и кепке доставщика выходил из серебристого Мерседеса, удерживая в руках коробки спицей. Чунгук, который теперь постоянно торчал с ним на работе, вообще откровенно стебался. Мог, например, выскочить первым, чтобы открыть перед ним дверцу, еще и кланялся при этом засранец. Короче, весело было. Сегодня, правда, служебная машина оказалась занята, так что работать водителем пришлось их охраннику, который, впрочем, никакого недовольства по этому поводу не выказывал. Ого! Тихен уселся на сиденье и тут же оказался вжат в огромного плюшевого зайца, так как Чунгук по привычке тоже решил сесть назад. Не, серьезно, игрушка занимала целое посадочное место. Мешает? Охранник, господин Пак, повернулся к ним. Давайте вперед уберу. Да не, нормально. Ему не хотелось доставлять неудобства. Мы поместились. К тому же теперь у него был повод сидеть близко к Чунгуку, настолько, что они соприкасались бедрами. Да у дочки день рождения послезавтра, заводя машину, поделился господин Пак. Дома такую не спрячешь толком, вот и вожу с собой уже третий день. Тихен на это только улыбнулся. А вот Чунгук легко включился в беседу, тут же взявшись расспрашивать о семье. Не особо вслушиваясь разговор, он, прикрыв руку коробками с пиццей, лениво водил пальцами по обтянутой джинсой ноге Чунгука и размышлял о своем. По идее, работы сегодня должно быть не очень много. В середине месяца всегда так. А значит, будет возможность пораньше сделать домашку на завтра, и тогда останется больше времени, чтобы просто побыть с Чунгуком. Ехали долго, что неудивительно. Пиццу пришлось везти на самую окраину города. Но что поделать, клиента ориентированность же. Прошлой ночью Чунгук долго не давал ему спать, так что Тихен, воспользовавшись возможностью, прикрыл глаза и тут же задремал. Чтобы очнуться от громкого вскрика Чунгука. «Осторожней!» Он еще успел увидеть, как на них сбоку несется грузовик. Успел всцепиться в игрушку и дернуть, чтобы швырнуть ее на Чунгука. И все. Удар вышел страшным. Тихена буквально снесло в сторону под грохот, скрежет металла и виск шина об асфальт. Руку обожгло болью, а в следующую секунду мир перевернулся. Так что он от души припечатался головой о крышу машины. Кажется, Тихен на несколько мгновений отрубился, ведь к тому моменту, как он открыл глаза, уже все закончилось. В ушах звенело их словно ваты, заложило, и сердце бешено колотилось о ребра. Ему было тяжело, грудную клетку сдавливало и никак не выходило толком вдохнуть. Дезориентированный и задыхающийся, он кое-как сумел поднять руки. «Чунгук! Эй, Чунгук!» Тот навалился на него сверху, придавливая Тихена своим весом. «Гуки, ну же, приди в себя!» Но тот не отвечал. «Да блин, блин, блин!» Чувствуя подступающую панику, Тихен осторожный, чтобы не навредить, начал выбираться из-под Чунгука. «Ему нужно вылезти, нужно вытащить Чунгука и господина Пака из машины и позвать помощь!» Стараясь не обращать внимания на заливающие глаза кровь, Тихен, сжимая зубы от боли, сумел таки поменять их местами. Окно, то, которое было со стороны Чунгука, оказалось разбито вдребезги, и он, уцепившись в зарванные металлические края, чуть приподнялся, выглядывая наружу, чтобы тут же нырнуть обратно в машину. «Да твою ж мать!» По направлению к ним спешили люди, слишком уж знакомые Тихену. «Те самые два урода, которые едва не прикончили их в лесу!» «А что делать? Что, блин, ему делать? Их же сейчас убьют, и никакая охрана не поможет!» «Стоп!» Зная, что у него остались считанные секунды, Тихен протиснулся между последними сидениями и судорожно зашарил под пиджаком у господина Пака, который был без сознания. «Да где же? Тихен уверен, что тот вооружен!» «Есть!» — не сдержал радостного вскрика и скользкими от своей и чужой крови пальцами подцепил пистолет из кобуры. Лобовое тоже было в дребезге, поэтому, удерживая оружие в руках, Тихен оттолкнулся ногами и вывалился из машины. Зашипел, приложившись спиной об асфальт, и тут же перевернулся, направляя ствол на бандитов. «Стоять, блин!» «Воу!» — затормозив буквально в метре перед ним, выдал главный, поднимая руки. «Горячий парень, ты опять вооружен!» «Стойте на месте или, клянусь, я выстрелю!» Не отводя взгляды, Тихен сначала встал на колени, потом медленно поднялся на ноги. Руки дрожали. Да черт! Его всего трясло от пережитого! Но он не собирался уступать, ведь там в машине Чонгук. «Слушай, главный бандит сделал было шаг к нему, но замер, стоило Тихену направить на него оружие. Да не нервничай ты так, мы просто поговорить хотим!» «Говорите?» — сипло ответил он. Нужно было потянуть время. Тихен понимал, что рано или поздно полиция и скорая прибудут на место происшествия. Несмотря на то, что они находятся на самой окраине, их наверняка кто-то довидел. «Мы просто хотим, чтобы все это закончилось. Ты натравил на нас влиятельных людей, мальчик, но ведь и сам хочешь жить спокойно, да? Мы можем сесть и все обговорить. Никто не причинит тебе вреда, Тихен!» «Ага. И поэтому вы решили сбить нас грузовиком». «Так выбора не было!» Тот улыбнулся, разводя руками в сторону. «Ты теперь повсюду расхаживаешь с охраной, нужно было как-то избавиться от сопровождения. Поверь, мы специально въехали в машину со стороны водителя». «Что-то не сходилось. Зачем он им живой? Проще избавиться от свидетеля и все». «Чего вы хотите?» «Да все просто, мы не трогаем тебя, а ты отзываешь ищей, которых на нас натравил». «И где гарантия, что вы не обманете?» «Естественно, Тихен не собирался заключать с ними никаких сделок, так как ни на йоту не доверял. Однако сейчас ему просто нужно выжить, чтобы спасти Чунгука». «Да никаких, только наше слово». «Смешно». «Верить вам на слово?» «Мне проще сдать вас в полицию». «Нас двое, если ты не заметил, и поверь, пушка есть не только у тебя». «Страшно?» «Очень, на самом деле». «Но показывать этим шакалам, насколько он напуган, Тихен не собирался». «Верю. Но я успею пристрелить первого, кто потянется за оружием. Хотя бы одного-то точно. Сами решите, кто из вас выживет». Он старался звучать уверенно, нарочно понижая голос, вынуждая прислушиваться. «Так и стояли». Пистолет оказался довольно тяжелым, и Тихен с трудом удерживал его на вытянутых руках. Кровь стекала по лицу и заливала правый глаз, но он не решался ее вытереть. Казалось, стоит только отвлечься, его убьют. Когда из-за поворота выехала полицейская машина, Тихен был готов расплакаться от облегчения. «Бросить оружие!» Полицейский, выскочивший из машины, навел на них пистолет. «На землю! Все на землю! Живо!» «Твою мать!» Выругался один из бандитов, становясь на колени и заводя руки за голову. Второй последовал его примеру, и тогда Тихен, медленно наклонившись, положил пистолет на асфальт. «Офицер, эти люди хотели нас убить. Там в машине есть еще пострадавший. Нужно вызвать помощь». «Разберемся!» – перебил тот. «На колени!» Тихен подчинился приказу, и лишь когда полицейский подошел ближе, сумел рассмотреть его. «Что-то не так. Но что?» Лицо было слишком знакомым. Когда бандиты начали вставать на ноги, ехидно улыбаясь, Тихен сообразил, что видел этого офицера в участке в день дачи показаний. А ведь отец Чунгука говорил, что в деле замешана полиция. «Да неужели?» «Да нет, он не мог так лохануться! Внутри все оборвалось!» «Второго тоже заберите!» – приказал тот. «Он нам нужен!» «Что касается тебя!» – повернувшись Тихена. «То самое время отдохнуть!» Замах. Затылок обожгло болью от удара, и пришла темнота. Глава двадцать четвертая В себя Чунгук пришел рывком, сел на полу, судорожно оглядываясь. Ребра ныли от боли, и нормально вдохнуть не получалось. Он хотел схватиться за бок, и только тогда обнаружил, что руки связаны спереди. Запястья были туго, примотаны друг к другу веревкой. А потом до слуха донесся стон Тихена. Связанный, неловко запинаясь в полумраке, рванул к нему, чтобы обнаружить того бессознания. Как смог, ощупал на предмет повреждений, заметил глубокий порез на лбу. У самой кромки волос и кровящую рану на затылке. Штанина на бедре была разорвана и тоже пропитана кровью. Про синяки и вовсе говорить нечего. А еще руки Тихена были скованы наручниками, причем за спиной. Считали Те более опасным противником? Или просто вторых наручников не нашлось? Чунгук помнил последние секунды до аварии. Помнил, как швырнул на него и эту огромную мягкую игрушку, тем самым спасая жизнь, ведь удар пришелся на его сторону. Тихен защитил Чунгука, зато пострадал сам. Обшарив карманы, ожидаемо не обнаружил телефона ни у себя, ни у Те. Поднявшись на ноги, без особой надежды подергал дверь, а убедившись, что заперто, попинал ногой, громко выкрикивая. «Эй! Есть там кто, слышите?» Но ответа не последовало. Еще несколько раз, пнув дверь, раздосадованный Чунгук огляделся. Они были заперты в небольшой комнате, без мебели. Только голые стены и пол. Единственное, не слишком чистое окно было закрыто, а ручка грубо срезана. Так что не открыть. Правда, оставался еще вариант разбить стекло, которое не показалось ему прочным. Но это бы создало много шума. Чунгук скептически осмотрел раму, оценивая размеры. Ну, в принципе, пролезть можно. Вернувшись, Тихену сел на пол, опираясь спиной о стену и осторожно, стараясь причинить как можно меньше боли, устроил его голову на своих бедрах. А дальше все. Оставалось только ждать. Не надо много ума, чтобы догадаться, кто именно их похитил, и раз на месте не прикончили, значит, они зачем-то нужны живыми. Это давало надежду. Тише, тише, ласково проводя пальцами по склеившимся от крови волосам Тихена, попросил Чунгук. Тот застонал от боли, заерзал разбитым затылком по его бедрам. Все хорошо. Он старался быть сильным, старался говорить спокойно, хотя внутри все дрожало от страха и боли. Но у Тихена было намного больнее, значит, Чунгук должен держаться. Увечи, нанесенные тому, вновь воспринимались как свои собственные, несмотря на то, что они уже не в одном теле. И все, о чем жалел Чунгук, что он не может забрать себе чужую боль, облегчить ее хоть немного. М-м-м-м, застонал Тихен и открыл глаза. Это я. Понимая, что в полумраке тот сходу может не разобрать, кто его держит и испугаться. — Гуке, — тихо прошептал Тихен. Немного помолчал, видимо, вспоминая события. Голова болит. Дернул плечом. Скорее всего, еще не понимаешь, что закован наручники. — Блин. — Лежи, удерживая за плечи. У тебя затылок расхреначен, лоб тоже. — А ты цел? — Да, и ребра болят, и осколки стекла в каждой дыре. Он усмехнулся. — Мелкие, так что нормально. — Нормально, — эхом повторил Тихен. — Ничего у нас с тобой не нормально. Мы в полной заднице, и все из-за меня. — Да при чем здесь ты? — тут же воспротивился Чунгук. — Знаешь же, что это я и Джихун во все это тебя втянули. — Знаю. — Но я мог их остановить, понимаешь? Я же выбрался из машины и держал этих ублюдков на прицеле. Расслабился, увидев полицейскую машину, идиот. Решил, что все закончилось. — Полицейский, один из них, — догадался Чунгук, вспомнив слова отца. — Угу. Тихен заворочился, и он придержал его, помогая перевернуться на другой бок. Скорее всего, руки затекали. — Я видел его тогда в участке, но узнал не сразу. — Что нам теперь делать, Чунгук? — дрогнувшим голосом. — Они убьют нас? — Ну, у них была куча времени на это, стараясь успокоить своими словами. — Значит, от нас что-то нужно. — Ну, что? — Не знаю. Думаю, сами придут и скажут. Только вот ожидание затянулось. Часов у них не было, и оба не имели ни малейшего понятия, сколько вообще прошло времени и долго ли были в отключке. Когда у Те окончательно все затекло, Чунгук помог тому встать на ноги, чтобы хоть немного размяться. Жалею, что Джихону рожу не начистил. Медленно, прихрамывая на одну ногу, Тихен ходил от стены до стены. Надо же было этому придурку когда-то назвать мое имя. Да жил бы себе спокойно. Так нет же. Доковылял до окна и всмотрелся через мутное стекло. — Знаешь, Дема? — Без понятия. Какая-то сельская местность. Чунгук уже пытался понять их местоположение, но из окна видел только покосившиеся заборы и припаркованную машину. — Не думаю, что так уж далеко от Сеула. — Попробуем выбраться? — Да, но не сейчас. Судя по машине, бандиты в доме, а значит, нам и шагу не дадут ступить. — А если я отвлеку? — Именно я им нужен, понимаешь? Пока меня ловят, у тебя вполне будет шанс унести ноги и позвать на помощь. — Ты хочешь, чтобы я сбежал один? — приближаясь Тихена. — Серьезно, думаешь, что оставлю тебя здесь? — Если ты не заметил, ничуть не испугался сурового тона тот. Я хожу с трудом, не говоря уже о том, чтобы бежать. Со мной тебе не выбраться, но у одного будут шансы. — Да иди ты к черту, ясно? Я не оставлю тебя здесь. — Чунгук. — Я найду способ вытащить нас обоих, обещаю. К тому же уверен, что отец носом землю роет и обязательно найдет нас. — Ты опять полагаешься на взрослых. Не споря, просто констатируя факт. А ты положись на меня. Приблизившись, уткнулся своим лбом в чужой. — Я что-нибудь придумаю, веришь? — Верю, Чунгук. — Тебе верю. — Да, конечно, он храбрился. Конечно, ему было страшно, и он даже не представлял, что им делать. Точно знал только одно. Техёна здесь не оставят. Или оба выберутся, или... Думать о том, чем может закончиться это неожиданное приключение, не хотелось. Черт! Ведь только-только выписался из больницы. Только все начало налаживаться с Техёном. Ну, угораздило же! Когда за дверью послышались голоса, Чунгук напрягся и встал так, чтобы закрыть Техёна. Щелкнул замок, скрипнула, открываясь дверь. — Очухались! Это прекрасно! Чунгук тоже узнал полицейского. — Ты прав, они встречались в участке. — Тут твой отец жаждет вас услышать! В одной руке тот держал пистолет, направленный на них, во второй прикладывал телефон к уху. — Скажи что-нибудь, глядя на Чунгука. — Мы живы, пап! — Достаточно громко. — Слышали? — поинтересовался в телефон. — Оба живы и относительно здоровы. Но это очень легко исправить, если продолжить разговаривать в том же Тоне. Замолк, слушая ответа, затем возмущенно выплюнул. — А не слишком ли много вы хотите? Чунгук изо всех сил напрягал слух, пытаясь услышать, что именно говорит его отец. Но с того места, где они стояли, это сделать было нереально. А подойти ближе ясное дело не решался. Однако, судя по тому, как кривилось лицо копа, ему явно не нравился этот разговор. — Чёрт с вами! — отодвинул телефон от лица неловко, из-за пистолета прикрыл фронталку пальцем, а затем навёл внешнюю камеру на них. — Смотрите! — Чунгук. — Разговор автоматически переключился на громкую связь. — Вы целы? — Нормально. Он шагнул, был и вперёд, но под тяжёлым взглядом остановился. — Я скоро заберу вас оттуда, — уверенно произнёс отец. Чунгук не видел его, но точно мог представить выражение лица. Нахмуренные брови, зло поджатые губы, тот был в ярости. — Просто подождите и, ребят. — Хватит! — отрезал полицейский, отключая видеозвонок и переходя на обычный. — Вы увидели и услышали достаточно! Не поворачиваясь к ним спиной, вышел и запер за собой дверь, вновь оставляя их в полумраке. — Теперь обсудим условия выкупа. Чунгук подбежал к двери и прислонил ухо, однако расслышать ещё что-то не получилось. — Выкуп? Они хотят получить от твоего отца деньги? — Походу. И, судя по всему, он согласился заплатить. Хотя, ну, будто отец мог поступить иначе. — Значит, нам нужно просто подождать? — с надеждой спросил Тихён. — Не уверен. — Ему не хотелось пугать ещё сильнее, но выбора не было. — Я думаю, что нас убьют, как только получат деньги. — Ну а зачем им это? — Он закрывал фронтальную камеру, — начал объяснять Чунгук. — Значит, не хотел, чтобы его узнали. — А мы видели их, Те. — Скорее всего, люди отца наступали на пятки, и эти ублюдки не придумали ничего лучше, чем сбежать. Может, узнали, кто инициировал это всё. Может, следили за нами и решили, что, схватив меня, тоже смогут напоследок поиметь с отца большую сумму денег. А потом просто свалят куда-нибудь за границу. — Логично. Вот что Чунгуку нравилось Тихёне, тот не стерил в стрессовой ситуации, а наоборот, начинал соображать. Но если этого, качнув головой на дверь, объявят розыск, то на самолёт сесть уже не получится. Понятно, почему он не хотел, чтобы его увидели, а потом сам по себе факт побега из Кореи будет указывать на него, и уже пофиг будет, видели мы его или нет. — Ну, ты прав, — согласился Чунгук. — Только вот мы с тобой живые свидетели. И если его поймают, то наших показаний хватит, чтобы упрятать за решётку. А всё остальное — лишь косвенные улики, даже отъезд со страны трудно будет пришить к делу. Он, полицейский, и прекрасно знает, как работает правосудие. Ему не нужны свидетели Т. — Но одно дело наркотики и совсем другое убийство. Они ни секунды не сомневаясь отвезли нас в лес, тогда намереваясь прикончить. И я полагаю, что мы далеко не первые. Ему бы хотелось сказать, что всё будет хорошо, но Чунгук не мог этого сделать. Он был уверен, что живыми их отсюда не выпустят, а значит, надо пытаться сбежать. Только вот как? Он метнул взгляд на окно, перевёл его на покалеченного Тихёна, признавая, что быстро бегать с раненной ногой и с кованными за спиной руками тот вряд ли сможет. Отцу нужно будет время, чтобы достать большую сумму наличкой, поэтому предлагаю отдохнуть и, как думаешь, реально развязать мне руки. Удивительно, но они умудрились уснуть. В пустой тёмной комнате, после долгих часов разговоров, прижавшись друг к другу. Поначалу прислушивались к каждому шороху и дежурили у окна, ожидая, что бандиты поедут за выкупом, но время шло, и ничего не происходило, и усталость всё же взяла своё. Кряхтя и негромко постановая из-за головной боли и сведённых в ву смерть рук, проснувшийся Тихён сумел перевернуться на живот, встал на колени и только потом поднялся на ноги. Чунгук пробурчал что-то невнятное во сне, но глаз не открыл. Что неудивительно. По ощущениям, они здесь торчат около суток, а если учесть, что до этого был целый день в школе и работа допоздна, то вполне ожидаемо, что сил нет у обоих. Тихён грустно усмехнулся. Да если бы Чунгуку не приспичило ходить на работу вместе с ним, тот бы сейчас находился в безопасности. Хотя, с другой стороны, тогда Тихёна вряд ли бы оставили в живых. За него-то выкуп платить некому. Нога не кровила, но болела всё сильнее. Рана горела и пульсировала с каждым ударом сердца. Медленно сквозь боль он дошёл до окна и выглянул наружу. — Твою ж! — Чунгук! — позвал громко и шипя, в темпе поковылял обратно. — Эй, вставай! Они уехали! Слышишь, Чунгук? Тот резко сел, забавно хлопая глазами. — Не тупи! Машины нет! Они уехали! Блин! — выругался тот и, вскочив на ноги, метнулся к окну. — Точно! И взялся зубами распутывать верёвки. Как они делали это в первый раз, вообще отдельная история. Учитывая, что руки Тихёна скованы за спиной, узлы были капец тугими. Они едва все зубы не переломали, пока сумели их развязать. А затем, чтобы не палиться, в случае, если их решат проверить, намотали верёвку на запястье, завязав совсем слабо. И не прогадали, потому что ещё пару раз их приходили проверять. Тот, которого Чунгук обзывал главнюком, к счастью, близко не подходил, заглядывал в комнату с порога, убедившись, что они на месте и по-прежнему связаны, уходил. Один раз принёс воды, а во второй раз пообещал, что если тронут окно, то им не жить. «Помнишь, что делать?» – уточнил Чунгук, сбросив верёвку и стягивая себе футболку. «Да», – ответил Тихён. Сердце бешено колотилось, адреналин чуть притупил боли и прояснил сознание. План, конечно, белыми нитками шит, но другого не было. Это лучшее, что они могли придумать. Чунгук подошёл к двери и прислонил ухо. «Никого вроде?» – подскакивая к окну. «Готов?» – «Нет». «Да как вообще можно быть готовым к чему-то подобному?» «Угу», – кивнув для убедительности. «Давай». Намотав на кулак футболку, Чунгук размахнулся и со всей дури ударил по стеклу. То не сказать, что было слишком толстым, поэтому громко звякнуло, осыпаясь осколками наружу. Чунгук быстро посшибал крупные куски, торчащие из рамы, и едва успел отскочить к стене, той, где находилась дверь, когда послышались быстрые шаги. Тухён же, наоборот, начал протискиваться в окно, слишком узкое, чтобы можно было быстро выбраться. Щелчок замка, уже знакомый скрип петель. «А ну, стоять! Ах ты, гадёныш!» «Беги!» – ряфнул на улице Тухён, отыгрывая роль. «Беги быстрее!» Ощутил рывок за руки, отчего мышцы прострелило болью. А затем бандит отшвырнул его на пол, а сам выглянул в окно, целясь от пистолета. «Где второй?» Чунгук, который прежде вжимался в стену, не теряя времени зря, бандит только-только начал выпрямляться, как тот запрыгнул к нему на спину, перекидывая намотанную на ладони веревку через шею. А Тухён же, сам не понимая, как ему удалось, буквально подскочил на ноги, и это сраной, на бедре и руками за спиной, и врезал бандиту головой в живот, валя на пол. Ну, точнее, на Чунгука. «Держи его!» – сдавленная Чунгука. Тот продолжал душить, затягивая веревку, а Тухён уселся на бандита сверху, крепко сжимая бока бедрами. «Наверняка ведь вооружен, значит, нельзя позволить достать оружие». Бандит, который поначалу, хрипя, силился подцепить пальцами веревку, переключился на Тухёна, стараясь его скинуть. От удара голова мотнулась вверх, а перед глазами на секунду все поплыло, но Тухён только сцепил зубы и сильнее напряг ноги. Тухёна наклонился вперед, давя всем весом, и опустил голову, чтобы снова не прилетело по лицу. «Отпусти!» – степел, ворочаясь, дергаясь, хватаясь за Тухёна руками. Пытался сучить ногами, но помог Чунгуку, буквально опутывая того своими. И, кстати, оказался прав. Когда тебя душат, то ты будешь изо всех сил пытаться освободить шею. Руки бандита снова взлетели к горлу, и тот схватился за веревку, стараясь ее оттянуть, а не лупил Тухёна. При этом продолжал дергаться, ворочаться сбоку-набок и без конца хрипел. Тухёну показалось, что прошла целая прорва времени, прежде чем бандит затих. Он взмок его, употряхивал от напряжения, нога снова кровила, пот стекал по лбу к вискам, а сил не было от слова совсем. «Слезай!» – потребовал Чунгук, и Тухён буквально скатился на пол. «Он мертв?» – уточнил, даже не пытаясь встать с пола. Еще пару секунд, ему просто надо перевести дух. «Да хрен знает!» Кряфтя ему, теряясь под нос, Чунгук выбрался из-под далеко не маленького и наверняка тяжелого мужчины, и, подойдя к Тухёну, помог ему подняться на ноги. «В любом случае, надо валить!» Тухёна не сильно волновала, что они могли убить этого человека. Может быть, потом, когда они окажутся в безопасности, он подумает об этом. Может быть, испугается или замучает себя угрызениями совести за то, что отнял чью-то жизнь, но сейчас ему было плевать на это. Главное, у них появилась возможность сбежать. Ключ оказался вставлен с внешней стороны, и Чунгук все же запер дверь, на всякий случай, – пояснил свои действия. Хотелось ускориться, но вместо этого они медленно, стараясь не шуметь, прошли по длинному коридору и осторожно заглянули на кухню. Никого. «Чунгук», – позвал он, указывая подбородком на стол, – «телефоны». Оба смартфона лежали здесь же, выключенные. Его телефон Чунгук быстро засунул в задний карман, а вот свой взялся включать. Тухён стоял рядом, заглядывая в экран, и видел, что первым делом тот запустил геолокацию, чтобы понять, где они находятся. Чунгук снова оказался прав, они были совсем недалеко от Сеула. «Надо убираться отсюда», – поторопил Тухён. «Да, секунду», – сделав скриншот, открыл мессенджер и скинул его отцу. «Идем». Правда, не успели они пройти и нескольких шагов, как телефон завибрировал входящим. «Пап!» На ходу, активно, крутя головой, ответил Чунгук. «Нам удалось выбраться, но мы еще в доме бандитов». «Уходите оттуда!» Так громко, что даже Тухён услышал. «Они получили выкуп и уехали. Быстрее выбирайтесь из дома!» В эту секунду Тухён услышал, как скрипнули ворота, а следом шорох шин по гравию. Чунгук сбросил звонок и, цапнув Тухёна за предплечье, потащил за собой. «Бежим!» Окно на кухне вполне себе открывалось, так что Чунгук сначала помог ему вывалиться наружу, а затем выбрался сам. К их удаче вход в дом находился с противоположной стороны, поэтому прибывшие их не видели и не знали о побеге. Впрочем, это ненадолго. Только вот бежать было особо некуда. За кривым забором ничего не было, лишь заросшее высокой травой поле. Вдалеке виднелся лес, но они такими темпами точно не успеют до него добраться, бесполезно. Ногу от быстрого шага вновь прострелило болью, и Тухёна поморщился. «Слушай!» Позвал негромко, старательно ковыляя, затащившим его на буксире Чунгуком. «Ну ты же видишь, что вместе не уйдем. Ну беги, сам позовешь на помощь!» «На помощь я уже позвал», — отрезал тот, упорно продолжая тянуть за собой и только сильнее сжимая предплечья. «Мы выберемся. Оба!» Тон не подразумевал пререканий, и Тухён, решив, что спорить бесполезно, насколько мог, прибавил шагу. Со стороны дома хлопнула дверца машины, а затем послышались голоса, а значит, времени у них почти не осталось. Бандитам достаточно выглянуть в окно, чтобы их заметить. Бегущие по полю, они просматривались, как на ладони. «Надо спрятаться!» Чунгук кивнул и завертел головой. «Но ничего здесь, кроме чертовой травы, не было, поэтому выбирать не приходилось!» Чунгук потянул вниз, вынуждая присесть, а затем и вовсе лечь. Следом устроился рядом и прошептал совсем тихо. «Отец уже знает, где мы. Нужно только дождаться его!» «Ищите, мать вашу!» Громко, со стороны дома. Тихен закусил губу, напрягая слух. Приподнять голову и осмотреться не было никакой возможности, и оставалось только лежать и надеяться, что их не найдут. Чунгук прижимал его к себе одной рукой и молча смотрел в лицо, ободряюще улыбаясь. Старался таким образом успокоить? «Я знаю, что вы здесь!» Раздался голос полицейского. «Выходите сами, мальчики! Выкуп за вас заплатили, так что бояться нечего!» Тихен прекрасно понимал, что если бы те не собирались их убивать, то наверняка бы уже уехали. Но они искали их даже после получения денег. А значит, Чунгук был прав, говоря, что живыми их никто отпускать не собирался с самого начала. «Я просто отвезу вас в город!» Голос приближался. Тихен сжал зубы и почти не дышал. Ему казалось, что стук его сердца должен разноситься вокруг настолько громко, оно колотилось. Только бы их не нашли. «Ну же, не злите меня!» Еще ближе. Кажется, Тихен мог расслышать даже шорох травы. «Выходите сами! Иначе перед тем, как отпустить, переломаю ноги!» Чтобы бегать неповадно было! Сердце уже билось где-то в глотке, а Чунгук все сильнее давил рукой, прижимая Тихена к земле. И вдруг тот заворочился, приподнимая голову, и посмотрел на него. «Лежи!» — одними губами шепнул. «Не вставай, понял?» «Что?» Он еще не успел ничего сообразить, как Чунгук скачал на ноги и рванул в сторону. Тихен дернулся было следом, но замер, ошарашен и страшной догадкой. Чунгук не убежать хотел. «Нет! Отвлечь внимание на себя, но ведь...» «Шустрый!» — насмешливо произнес полицейский. Звук выстрела оглушил. Тихен зажмурился и вздрогнул, не удержав вырвавшегося из груди рыдания. «Да нет! Не может быть!» Слезы брызнули из глаз, будто без его участия. Он больно впился в собственную губу зубами, чтобы не кричать в голос. «Нет! Нет! Нет! Только не Чунгук! Пожалуйста!» Хотелось встать и рвануть к нему, но из Тихена будто стержень вынули. Он сжался, лежа в высокой траве, и молча сотрясался от рыданий. «Тихен!» — в уши ворвался любимый голос, и он скинулся, не веря, что услышанное ему не кажется. «Все хорошо!» Чунгук приземлился на колени рядом с ним и помог приподняться. А он, ошарашенный и задыхающийся от еще не учивших рыданий, замешанных на ужасе, не мог и слова выдавить. «Только смотрел во все глаза на Чунгу, когда распахивал губы, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха. Целый?» — к ним подбежал незнакомый мужчина с пистолетом наперевес. «Хорошо!» Поднеся к Артурацию, сообщил. «Мы успели, господин Чунгук». «Ух! И на сегодня это все, друзья! Ну и что это такое? Да я уже думала, что все, сейчас там быстренько отец Чунгуга разберется, и ему уже ничего не грозит, а тут здрасте, блин, приехали! Опять наши бедные пацаны все покалеченные! Ох! Одни нервы, девочки, одни нервы с ними! Вы как там? Хорошо себя чувствуете? Напишите мне в комментариях! Ну что, у нас осталось еще один последний рывок до завершения. Еще одна глава и эпилог. Ну, хэппи-энд неизбежен, но нервишки нам Регина помотала знатно. Ладно, совсем скоро встретимся, с вами была Маруся, и пока-пока! Ну и лайк поставьте, если вам нравятся мои озвучки. Хотя, такое себе удовольствие в два часа озвучивать севшим голосом. Ну, если не нравится, тогда нажмите на пальчик вниз. Тоже неплохо, зато честно. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok